Завтра в 20 часов и 50 минут в эфире национального телевидения Чувашия премьера специального репортажа на посту номер один. Его герои новобранцы Чувашии, которые теперь носят гордые звания рядовых президентского полка. Служить в самом сердце России они уехали осенью. Спустя полгода с ними встретилась и наша съемочная группа. Моим коллегам удалось побывать в полку и увидеть изнутри быт кремлевских солдат. Еще осенью они стояли на сцене призывного пункта Канаша, а теперь в Москве рядовые кремлевского полка заступают на самые почетные посты. В роте специального караула сейчас несут службу двое ребята с Чувашия. Солдаты выдерживали сложные даже по меркам президентского полка экзамены. Стать часовым кремлевских стен настоящая честь и ее удостаиваются только лучшие из лучших. Наша рота выезжала в Купавну, где мы занимались строевой подготовкой, отрабатывали шаг, занимались карабинами. И там существует макет, практически точное подобие магии индивидуального солдата, где мы тренировали заступление. И по итогам мы выставляли оценки и потом вставили в караул. В свободное от караула время солдаты тренируются. Отрабатывают все до идеала. Место тренировок – двор здания арсенала московского Кремля. Выход на пост номер один – это целый ритуал. И каждое движение должно быть оточенным. Количество шагов, остановки, повороты и тот самый пристальный взгляд солдат друг на друга при смене караулов. Это то, чем восторгаются москвичи и гости столицы, которые приходят специально посмотреть на развод караула на Манежную площадь. Собственно, сама тренировка всегда остается за кадром. Солдаты первой роты специального караула признаются, что сложнее всего было привыкнуть к частым фотоспышкам. Обычно за сменой караула наблюдают десятки людей. Военнослужащим приходится проявлять невероятную выдержку. Просто стоять сейчас в строевой стойке. Для начала это сложное испытание. Но потом привыкаешь. Ну, как работает. Каждый день это, считай, выполняешь. Интересно стоять, наблюдать за эмоциями людей. Рядовой Юрий Казачков несет службу на не менее значимых постах. Он заступает в караулы, укутав его и Троицкой башен Кремля во время конных и пеших разводов. И здесь у солдат президентского полка есть тоже свои ритуалы. Также учатся работать с карабином и также свой шаг. Ну, шаг в основном один, 90 градусов. Шаг под углом 90 градусов. Этому солдат президентского полка начинают обучать уже с первых дней службы. Но оттачивают его не только на тренировках. Даже в вооруженную комнату они заходят с Троем. Это тоже особенный ритуал. И в кремлевских казармах его соблюдают всегда. На мероприятиях с участием президента страны именно они вносят в зал государственные символы. Солдаты кремлевского полка в первых рядах и на параде победы. Для любого юноши, который попадает сюда на службу, потом открываются дороги во все силовые структуры. Чувашия направляет сюда своих призывников на протяжении вот уже четырех лет. И такая возможность выпадает далеко не каждому региону. Митрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Из Москвы.